Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Живем с мужем 18 лет, есть двое детей и сейчас я беременна третьим. Ссоримся с мужем очень часто из-за непонимания, постоянно ему не нравится, как я веду себя в ссоре. Замыкает в себе, он подавляет меня, все заговорил-говорил, все переворачиваются с ног на голову и мои слова обращаются против меня. После этого я начинаю противоречь всему, как бы себя защищая. По итогу всегда виноват и приходится подходить первое. Из-за своего положения очень переживаю по поводу малыша. Муж как бы осознает свое поведение, но не может своих амбиций держать при себе. Свиду я очень сильный, но он на меня давит и с ним не могу подняться и снизу. Самооценка мне даже кажется, что в некоторых моментах я его боюсь. Смотрите. Первое на что, наверное, хочется обратить как-то ваше внимание, это то, что ссора, любая ссора, это психологическая игра. И каждая пара семейная, ну даже не семейная пара, а просто пара, вот. Каждая пара наделяет эту игру особой функцией своей, она для чего-то нужна. Ссоры для чего-то нужны и, как бы, нужно в первую очередь понять, для чего вам нужны ссоры. То есть, как я говорил, в чем вам выгода от ссоры. Это первое. И второе, что нужно, на мой взгляд, сделать, это начать менять вам свое поведение. Например, освоить технику неконфликтного общения. Например, как вариант. Например, больше говорить с мужем о своих чувствах. Например, понять, чего вы хотите больше сами. Вот именно вы лично чего хотите, да, и что нужно вам конкретно. И, соответственно, это позволит вам проблематику данную решить. Как мне кажется, да. Вот. Важнее то, понимает ли муж, что у вас есть такая проблема и готов ли он с этим работать. Если, понимаете, готов, то, в общем и целом, все можно решить, все можно разрешить. Если нет, то это, конечно, сложнее, но вы можете сами, в принципе, вы можете сами начать над собой работу. Вы можете сами, как бы, заняться психотерапией, да, и самостоятельно. Вот. Больше обратите внимание на то, чего вы ожидаете от ссоры. Из-за чего возникают ссоры. Как получается, что вы вроде бы ссоритесь, но в то же время ссорятся у вас двое детей, выберем и на третьем. То есть вы здесь на что-то надеетесь. Посмотрите на соотношение того, что вы называете в себе... То, что вы называете себя сильной, да. Вот. Посмотрите на соотношение того, что вы называете себя сильной, и того, как вы вообще обращаетесь со своими чувствами, и что для вас такое сила. Это всё довольно важный момент. Вот. Подумайте, вот когда в следующий раз возникнет ситуация, где вы начнёте ссориться, да, немножечко ненадолго остановитесь, спросите себя, чего вы чувствуете и чего вы хотите. Вот. И скажите мужа об этом. Вот. То есть обращайте внимание не на обиду, да, и не на привычные чувства, а именно вот на то, чего вам хочется, на свои ощущения, на то, какая вы. И если вас муж подавляет, то как именно он это делает. Вот. Вы просите помочь разрешить вам проблему вашу. И это понятно. Но, понимаете, вы чего сами изменить-то хотите? Гармонизировать отношения? Поработать со страхом? Чего? Подумайте, из этого будет состоять ваш запрос. Подумайте, и из этого будет вытекать то, чем вы будете заниматься на психотерапии. Но я предлагаю, в целом, как бы, работать над вниманием к себе, над замечанием того, что происходит с вами и замечанием того, что происходит с мужем. И налаживанием именно линий коммуникации. Потому что без этого достаточно сложно выстраивать здоровые отношения. Также хочется отметить, чтобы вы обратили внимание на то общее, что между вами и вашим мужем есть. На общие цели, общие какие-то векторы, куда вы идете и так далее. Это тоже довольно важный элемент. Вот. Ну и, пока что на этом, я думаю, все. Да? Потому что, вот, изучите психологическую игру скандал. Да? А в момент, когда возникает ссора, подумайте, просто остановитесь и постарайтесь заметить, что с вами происходит, чего вы хотите. Вот. Не ожидайте сразу результата, потому что для вашего мужа это будет несколько необычно. Вот. Ну и, в целом, если с машинкой упала, то с ней с ней нужно работать. Это само собой. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Удачи вам! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok